Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые друзья, мы можем сегодня и должны продолжить наши дискуссии, начатые ещё с президентом Беларуси вчера в ходе нашей неформальной встречи. Потом ещё в региональном масштабе поговорим с коллегами, которые занимаются межрегиональным сотрудничеством. Всё это очень важно, очень интересно, перспективно и полезно. У нас работает правительственная комиссия, которая, надеюсь, сегодня нам доложит о результатах своей работы по дальнейшему развитию союзного государства. В этом году у нас юбилей в декабре, поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать всё, что сделано в рамках союзного договора, что не сделано, по каким причинам, и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции. В этой связи хотел бы ещё раз упомянуть о том, что Беларусь, безусловно, является нашим стратегическим, самым близким партнёром, союзником. Мы работаем по всем направлениям, в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растёт постоянный товарооборот, что не может не радовать. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси. Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдёт на пользу для того, чтобы двигаться дальше. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Не повторяюсь. Я заметил, что ваши мысли, которые вы сказали, они абсолютно созвучны. Вот я беру свои записи только что утром, и они созвучны тому, что вы сказали. Единственное, что могу добавить к характеристике момента, что мы порой затягиваем решение каких-то вопросов. По объективным, субъективным причинам пришли к такому моменту, когда надо уже не просто говорить, а принимать решение. От нас это уже ждут не только журналисты, специалисты, но и обычные люди. Это правда. Поэтому момент характеризуется тем, что надо принимать решение. Что касается нас, Владимир Владимирович, президенты, и вы сами это отмечаете в совместной группе, свой путь прошли. Мы не единожды встречались и в Сочи, и в Москве, и в других местах, и нас даже подкритиковывали за это, что мы часто встречаемся и якобы не решаем. Мы все решили то, что намечали. Мы определили даже конкретные действия. И, как Владимир Владимирович сказал, правильно создали межправительственную, можно сказать, на уровне правительств, совместную группу. Но сейчас работают правительства. То есть президенты выполнили свою миссию, сыграли свою роль, определили все, что от нас требовалось, и то, что вы от нас требовали, специалисты. Что мы сегодня имеем? Владимир Владимирович правильно сказал. Мы имеем сегодня программы. Это более-менее назовем его стратегические документы. И мы сегодня имеем большой объем, можно сказать, по-народному кучу текущих проблем. Группа и правительство эти проблемы видят. И программу выработали, которая, по вашим же оценкам правительственным, ну, к 80-90% согласовывала. Я полагаю, что и президенту также докладывалось об этом. Хочу внести предложение. Думаю, что Владимир Владимирович его поддержит. В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий. Поэтому, Владимир Владимирович, я предлагаю снять все вопросы к этой дате и в рамках высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы, которые сегодня есть. Я не хочу, чтобы потом кто-то тут из журналистов или из специалистов нас критиковал, что вот тут опять белорусы, Лукашенко требуют решения там конкретных вопросов. Конкретные вопросы лежат на поверхности. Если их не решить, не снять на поверхности, слушайте, но говорить о стратегии просто будет смешно. Поэтому я поддерживаю предложение наших правительств о том, что мы должны одновременно решить все проблемы до 20-летия союзного нашего договора, до 8 декабря. Время предостаточно. Я благодарен вам за вчерашний день. Это не просто была такая какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там, наши корни там, нашей веры, крепких настоящих людей. Не думаю, что президент России кому-то вот так вот водил за руку и показывал, зная дотошно эти все места. И я также это очень ценю, что вы вчера меня там день по всем этим горам, рекам и озерам и святыням провели и откровенно показали все это. Мы сегодня думаем о том, как нам продолжить, белорусам продолжить этот путь на Валааме и в других наших монастырях. Тем более у белорусов там очень много мы встречали, этих людей. Я думаю, что за это вчерашний день так было.